Сержант или сержантерия. Сержант, в переводе с лантинского это слуга или служачий. Отсюда и слово сержант. 310 термин, средневековый термин сержант. Поэтому ученики 6 класса здравствуйте. Итак, сержантерия это одна из форм землевладелия в средневековой Англии, при которой держатель земли, он назывался сержант, был обязан королю или сеньору исполнением определенной, обычно не военной службы. В социальном отношении сержанты занимали промежуточную ступень между свободными крестьянами, которые назывались фригальдерами, и рыцарями. Далее, само понятие сержант, оно получило определенную эволюцию. Мы знаем, что в наше время сержант это младший командир. То есть это звание, которое ниже офицеров, но выше простых рядовых. То есть сержант являлся помощником командира, сам командует самыми мелкими воинскими подразделениями, как правило, отделением и в очень редких случаях взводом. В принципе, такое положение сержанта идет еще со средних веков, когда и появились сержанты. Но изначально, как я уже ранее об этом сказал, они не командовали. Сержантами называли просто крестьян. Но очень быстро они, понятие сержант, перекочевало в военную сферу. Это так называли старших солдат, опытных уже военнослужащих, которые происходили не из знати, которые не мог собрать самостоятельно себе полный комплект металлических доспех. То есть как минимум не мог приобрести кольчугу и шлем. Это было непросто. Доспехи тогда стоили очень и очень дорого. И не имеющий свое поместье, крестьянин, не мог заполучить латы только в качестве трофея. Он мог только добыть их самостоятельно. Но это, конечно, они должны быть у него уже до боя. Это не значило, что любой солдат, напяливший доспехи, тут же становился сержантом. Право носить кольчугу нужно было заслужить и доказать надевшего, что он надел ее по праву и мог ее кольчугу носить. Такими солдатами не разбрасывались. Плату они получали гораздо выше обычных солдат. Крупные феодалы с удовольствием нанимали сержантов на постоянную службу. Нередко сержанты имели даже рыцарские доспехи и сражались в конном строю вместе с рыцарями. Но ими они не были, конечно. Они все равно оставались простолюдинами. Как правило, их кони не имели защиты. И сами сержанты носили более легкие доспехи, чем у рыцарей. И в конном строю они занимали не первые ряды, а, как правило, задние ряды. Само название сержанта в военной сфере обозначало в то время, в средние века, всадника. Вообще сержанта можно сравнить также с оруженосцем. Но оруженосец мог стать рыцарем, а сержант выше подняться уже не мог. Спасибо за внимание. Следующий термин 311 будет посвящен понятию состиера. До свидания. Субтитры подогнал «Субтитры»! Субтитры подогнал «Субтитры»! Продолжение следует...